Тройка очень походила на шестерку, а семерка была модернизацией пятерки, и все они происходили от одной модели, ВАЗ-2101. Цены разнились очень сильно. Вот сколько стоили автомобили в 1982 году. Средняя зарплата в тот период 163 рубля, но к большому сожалению в те годы в СССР мало было просто иметь деньги. Даже после начала продаж Жигулей, после того как количество производимых машин в стране увеличилось, нельзя было просто прийти в магазин и купить автомобиль. В СССР все равно существовали очереди на столь дефицитный товар. Если вы не ударник труда, не ветеран войны, не космонавт и не олимпийский чемпион, то чтобы приобрести авто вам нужно встать в многолетнюю очередь, ведь желающих было ох как много. И что же нужно было сделать? Для начала советский человек пишет в профсоюз, мол хочу приобрести автомобиль. Заявление пристально рассматривается, достоин ли он такой чести, ведь на каждый завод, в зависимости от важности предприятия для страны, выделяются квоты. Всего примерно 5-7 автомобилей в год на целый завод. Учитывался стаж работы, заслуги перед заводом, участие в самодеятельности и так далее. И если гражданин по жизни везунчик и заявление одобряли, его ставили в так называемую очередь. Ожидание в этой очереди могло длиться от 3 до 10 лет, в зависимости от марки автомобиля и авторитета завода, на котором работает человек. И вот после многолетнего ожидания в почтовом ящике гражданин мог увидеть вот такое уведомление, где написано, куда явиться и сколько денег нести за автомобиль. Самая желанная открытка в жизни советского человека. Теперь можно идти, платить деньги в сберкассу и забирать из специального склада свое приобретение. Проблема дефицита была известна и за пределами СССР. Президент США Рональд Рейган даже рассказывал анекдоты на эту тему. Президент США Рональд Рейган. Президент США Рональд Рейган. Президент США Рональд Рейган. Приключение на этом не заканчивается. Приключение на этом не заканчивается.